Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством, с работами художников, культеров Олтл Крейн. Художник английского модерна, график, архитектор, декоратор, живописец, художник по тканям и теоретик искусства. Родился 15 августа 1845 года в Ливерпуле в семье живописца. Его сестра Люси была писательницей и историком искусства. Скоро семья Крейнов перебралась в Диваншир, а в 1857-м переехала опять в Лондон. Первым учителем Крейна был его отец после смерти Томаса Крейна. Уолтер стал учеником гравера Уильяма Джеймса Линдтона. Тот оценил высокоисполнительское качество работы юношей и помог ему получить первые заказы. Линдтон познакомил Крейна с политическим и религиозным деятелем Уайзом, чьи радикальные взгляды в значительной степени повлияли на мироздание художника и его увлечение социалистическими идеями. Уайз Первым познакомил Крейна Пейли Шелли, который, по словам самого художника, сделал его бунтарем, а также с трудами Джона Ревскина, в те годы активного идеолога движений Прерафаэлли. В 1962 году Крейн дебютировал на выставках Королевской академии художеств своей картиной «Леди Шалот». Вскоре он стал одним из лидеров группы молодых художников, обвиненных восхищением творчества Берн Джонса и Симеона Соломона. Критики презрительно окрестили их группой поэтов без школы грамматики, намекая на незрелость их стиля. Их работы регулярно отклонились в жюри выставок Королевской академии, и молодые художники экспонировали свое полотно в более либеральной галерее Дадли. Активно участвовал в выставке общества королевистов, а с 1877 года показывал свою работу в галерее Гром Цвенор и Новой галерее. В 1871 году женился и осенью того же года отправился в свадебное путешествие по Италии. По дороге в Рим побывал в Вероне, Венец изучал в полотно Монтене, Карпаччи, Беллини, а также во Флоренции, где пришло восхищение от картин Боттичелли. Позднее он выразил свой восторг, написав собственное рождение Венеры, пожалуй, самую итальянскую из его картин, показанную на первой выставке в галерее Гром Цвенор и купленную художником Джорджем Уотсом. В 1871 году познакомился с Берн Джонсом Уилленом Моррисом. В 1882 году стал членом организованного Артуром Макмердо и Селевином имиджем гильдии века, выполнял рисунки для обоев, разрабатывал эскизы шпалер, витражей, керамических плиток и занимался проектированием архитектурных интерьеров. В оформлении стремился достичь гармонии целого, начиная от основных линий ансамбля и кончая простейшими бытовыми предметами, опираясь при этом на исследование области линии цвета. В 1883 году художник стал одним из организаторов и первым президентом общества искусств и ремесел. Задачей общества входила организация выставок, произведений прикладного искусства с целью их популяризации. Среди членов общества были также Уильям Моррис, Берн Джонс, Хейвуд Сандер, ну и так далее. Крейт был весьма разносторонним художником и преуспел во многих областях искусства, однако наиболее ощутимый вклад внес в английскую книжную графику. В начале 1860-х годов художник познакомился с издателем Эвансом, пионером недорогой цветной печати. Вместе они начали массовое производство детских книг на дешевой бумаге, а потом удоступных даже людям с малым достатком. В 1870-х годах Крейна выполнил целый ряд детских книжек в тетрадах для лондонского издательства Джорджа Роутлиджа «Сыновья», которые еще более упрощили его успех и сделали одним из самых популярных художников книги. Крейна выполнил более 50 богато иллюстрируемых книг для детей. Графический стиль Крейна явился отражением его интереса к искусству Ренессанса, что проявилось в первую очередь изображение костюмов и интерьеров. Он также испытал значительное влияние японской гравюры. Надо сказать, что Уолтер Крейн был литературно одаренным человеком и теоретским искусством. Он писал публицистические и критические статьи. Одним из первых разграничил понятие графического и живописного начала изобразительного процесса и теоретически обосновал специфику искусства рисунка и графика. В политике придерживался левых взглядов. Исповедуя марксизм, художник вместе с тем отвергал идею достижения социализма революционным путем, считая, что смена общественных формаций должна произойти через образование и просвещение рабочих масс. Был членом независимой лейбористской партии. Принимал активное участие в издании партийной литературы. В 1914 году обрушилось несчастье. Его жена Мэри погибла под колесами поезда. Художник был потрясен смертью любимой женщины, с которой прожил 44 года. Не пережив утраты, умер три месяца спустя, 14 марта 1915 года. Ну вот так, вкратце, конечно, сведения из Википедии о Уолтере Крейне. Английском художнике, художнике английского модерна, графике, архитекторы, декораторы, живописцы, художник по тканям и теоретике искусства. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok